Фэшн ТВ представляет Коэтия одягу Витт Олеси Викторина Сити Хочми, я бачу, хочми Конечно, хочми Бо мы ефешн Мы ефешн Хочми, я бачу, хочми Тебе еще рано Я мамка фэшн That's my collection Ну, как вам мои бусинки? Олеси, мы погодилися Ну давай, не бусинки, а мои пацаны Мы народная команда Мы не всего все Ну так это и есть народный фэшн Дай расскажу Иди От лень на цего хлопа Видишь? О десяти вечера вискочил, чтобы принести мусор Слава Богу В лифте никто не увидел Так, перейди трохи сюда Ци два штимпа Н孩子 Вошли переиграть в гостях А так бывает А так бывает О Kendall В какой тонет стоялся 來了 Такой стрибнули. Ай, 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 кто? Ах, а ты взагалі моё улюблене. Ты портрет, звичайно, украинца. На, подривай. Голый, босый, но за айфоном. Так что, бусинки подобрали животики, долечки втянули. В эфире Fashion TV! Ого! Всем привет! Если вы случайно сели на пульт, значит, вы смотрите Fashion TV. И у нас Fashion реклама. Бокс. Полубокс. Как Роналдо. Парі Гмахерська. Стережуть вони, «Встидно тобі». На Fashion TV шоу тренди. А найпопулярніший тренд в цьому році – це вакцинація. Прямий репортаж з лікарні. «Альо? Провакцинувалися? І шо? Ну, це нормально. Ніс збільшився на 10 сантиметрів? Ну, ви ж знаєте, чим більший ніс, тим більший це. А, ви жінка? Зайдіть до мене голос підозрілий. Добрий день, провакциновані! Як все пройшло? Скарги є? Все нормально? Ну, щасливо біжіть здоров'я. І вам гарного дня. Героям слава. Добрий день. Добрий день, бабця. Яка є вам бабця? Я Тіна Карль. Тіна Карль. Вибачте, не впізнав. Тіна, ну, ми ж попереджали, що є побічні ефекти вакцини. Але ви сказали, що коліть. Може, від мене на голосі країни Дан Балан відстане. Відстав? Відстав. Так вінник приставати став. Тіношка, ну, пішли. Там за колісами в Потафа є вакцина, від якої попускає. Ого, від нього три дні жерсти буде, що попало. А зараз на фешн-тв шоу модні тренди та найкращі модельєри світу. Неважливо, в кого ти одіваєшся. Луи Вітон, Дольче Габбана. Важливо пам'ятати, що твоїм першим модельєром була мама. Ого, 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 ого Синок! Фешен-тема. Буртка нова. Тепла шапка. Не до слова. Аж по очі. Водолазка. В трулях шпилька. Довід з лазу. Уїс, просе ов. Баб Морозь, крос-сет-но. Куртка сін тіпо. Недівій свісті зон. Майка, піди зоу, світер аж до попи! Стоп, стоп, а ты в дів колготи? Ну моя ж, хлопчик, навіщо мені колготи? Щоб не мерзли бомбоні, берожі бомбоні, бомбоні, щоб токи були в долоні, давай, не мамка, і синок, щоб тіки були довольні, давай, давай. Три найбільших кошмара Андрятана, це коли його називають Андрієм, коли він зустрічає свої речі на швабрі, і коли він випадково зустрів свою дружину у магазині Б'яршка. Субтитрувальниця Оля Шор Кохана, що це було? Якщо чесно, я зміняю тобі з адміністратором Б'яршки. Тобто ти тут не скуплялася? Ні, ти що? Хуй, я собі таке вже накрутив, я тебе люблю! Христо, Христо! Фешн ТВ! Ми не женемось за рейтингами, ми йдемо за ними, гарно хитаючи стегнами. Почекайте, не йдіть! Добрий день! Добрий день! Можна до вас влаштуватися на роботу на Фешн ТВ? А ви хто? Ведучий телеканалів «112» і «Ньюз Ван». Наші канали закрили, послали нас на три букви, але ЗІК теж закрили. А чого ж ви не пішли на інші канали? Ми пішли, але нас там теж послали на три букви, але ЗІК тут не при чому. Що конкретно сталося з вашими каналами? О! Це що, прапор ЛГБТ? Це наслідок ОПЗЖ. Добре, що ви вмієте? Вести новини. Поки уряд Зеленського постійно підвищує тарифи, Віктор Медведчук не наче білосніжний янгол, посланий нам з неба спустився сюди на зем... Стоп, стоп! То, може, з новинами вам краще на п'ятий чи на прямий? Не-не, вони там теж на трьомі сидять. Переживайте. Я подумаю над вакансіями для вас. А яка у вас зарплата тут на каналі? В середньому 20 тисяч гривень. А скільки це в рублях? Я все зрозумію, я все зрозумію. До побачення. В смыслі? До свідання! Виганяєте? Хе-хе! Тепер зрозумію, що у вас на логотіпі каналу буква Ф! Ф! Фашисти! Вставай! Страна огромная! Вставай! Страна огромная! Аплодисменты Олеся, чекай, то ж у нас не день народження, для чого так затрачатися? Ты слину подбери и отойди трошки, я говорить буду. Понимаете, Fashion TV – это не только мода, а и краса. А говорят, что украинские женщины – они наиболее красивые в мире. Бывают, конечно, никакущие. Но бывают те. Какущие? Ну ладно, хай будет так. А то же знаете, люди, ваш выбор, что вы больше любите. Готитесь об гостри скелы, або бавитесь на теплых хвилях. Так, а ну прийти отсюда. Наш настрим-мажор, Олеся в команде, наш настрим-мажор. Мова о подаче лише украинская, акторская подача лише жураківская. У-у-у! Маааа! З вами была Олеся Жураківська. И наш формат! Музыка Коннектин Піпл! Музыка Коннектин Піпл! Музыка Коннектин Піпл! Хлопцы и девчата, вы законнектили зал! Больше облечки еще раз! Да! Спочатком! Олеся, витаем тебя! Важко, важко! Ну, хмилювалася! Хмилювалася? Не как театр! Ну, хмилювалася, что это дебют, это совсем меньше, но публика крута! Дякую! А какая шутка про Тино Кароль? Не бояться ребята? Полякова? Мы уже там сказали, что если нас украдут с Лешей, это будет Тино Кароль, но это не мы шутили на самом деле. Да, Тиночка, мы тебя любим в любом возрасте, даже бабушкой. Проверим нашу новую систему судейства. Дальше или в батл? Дальше, если нравится. Маша? Давай, Маша. Определённо дальше, выступать первыми, с такой хреновиной на голове. Я о ней только думала всё время. Леся, поздравляю с дебютом! Спасибо, спасибо! Это, я такую затравочку делаю на сегодняшний свой выход, так что ты далеко не уходи, малыш! Так плохо! Дальше, одно дальше есть. Наша говорит дальше. Кто дальше? Давайте, Станислав Владимирович. Лесенька, но я-то не сомневался в том, что ты прекрасно это всё сделаешь. Ну, так о наших отношениях позже. Вот, и я говорю дальше. Два дальше! Два дальше! Потому что мне тоже предстоит, нам всем предстоит. Поэтому... Я хочу ребят увидеть в батле. В батле? Ага! Итак, один в батл. Один в батл, два в дальше. Слушайте, давайте так. Дебют сегодня у Леси, и ей нужно отдельные аплодисменты. Она потрясающая. Нет, вот, подожди. Ну, дебют дебютом. Ну, давай честно по игре. Да, да. Во-первых, я хочу сказать, Лесе, ты прекрасно поёшь. Я не знал, это прям потрясающе. Но, у меня есть вопросы к команде, потому что, мне кажется, Леси было мало. Я хотел её больше видеть на сцене. Парируйте. Почему у Леси было мало? Серьёзно. И я поддержу Серёжу, и давайте сделаем дебют Игорю приятный в батл. Игорёк! Так, Игорь Ласточкин судьбоносный, ты наш Игорёк. Давай, взмокни крылом. Вот. Взвалили на меня эту ношу, но я ни в коем случае не отказываюсь от неё. А ты, Ласточкин, любишь биться о скалы или всё-таки купаться в тёплых водах, океанах? Я по равнинам больше. Ах ты ж. Значит, в батл. В батл. В батл. В батл. Да, три в батл. Ребят, мы вас ждём в батле. Преступление прекрасное. Понятно? Преступление у Ласточкина. Выступление прекрасное. Великолепно. Да ладно, у вас, пожалуйста, с мебютом, ничего страшного. Зал, подержите, пожалуйста. Вперёд. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня одна команда покидит. Это безоговорочно, бесповоротно. Как бы там кто-то не кричал, давайте оставим. Сегодня это битва титанов. Они все прекрасно знали, куда они шли. Поэтому сегодня попрощаемся с одной. А пока поаплодируем всем. Да, и ребят, пожалуйста, зал. Зал. Мужчина. Вот вы кому сейчас пишите? Во-первых, вам это неудобно писать. Отправьте от меня. Скажите, сфотографируйте меня. Отправьте. Наберёте лайков. Вообще реагируйте как-то. Потому что если вы не согласны с судьями, кричите «У, гоньба», вот как вы любите. Это, это, это не тут кричат, это рядом. За 50 гривен везде это кричат. Это рядом. Но слава богу, у нас билеты не по 50. Да. Мы пока ждём Олесю, хотим с Женей вам спеть. Плохо. Почему? В зимнем парке так вело, так вело. Я шутил, вообще-то честно говоря. Не правда. Не правда? Мы не эту песню репетируем. Нету, давай другую. Но ты помнишь, как тогда по весне мы на чертовом кружились в колесе. Я влюбился в тебя, Евгений. Гляжусь в тебя, как в зеркало зажения извержения. Олеся, выходи, а то он меня усыновит. Мы проваливаемся с Евгением. Мы пришли сюда не за грошема. У нас для этого батьки на заработках, правильно? Мы пришли сюда любить себя с нашим тренером, любить себя с людьми. Поэтому в Балту! В фэшн Балту! Скажите, пожалуйста, как вам, новые господа, тренера, вот этот момент, волнующий перед выходом на сцену? Сжался ли так называемый жом в вас? Если это то, Леша, что я сейчас чувствую, называется жом, то сжался. Он сжался еще утром и не разжимается. Если при правильном использовании, Маша, ты можешь получить удовольствие. Вова, ты опытный игрок. У тебя даже мама за спиной. Сегодня я маме сказал, мама, как Володя похож на вас. Она сказала, ты еще бабушку не видел. У вас все так шутили в семье и шутят. А мама вообще говорит всегда, если кто-то говорит, что я похож на мама, он говорит, не-не-не. Такое впечатление, что я скоро узнаю, что меня усыновили. Типа, не-не-не, не похож ни на кого в этой семье. Я хочу поговорить, слушайте, на самом деле, новая система судейства. И, ребята, если что, кто приехал на машинах, сегодня обещают снегопад. Возможно, вы останетесь сегодня здесь. Поэтому, да, поэтому послезавтра игра, ничего страшного. Благодаря нашей городской, ну, как бы… Кличко, давай скажем. А, Кличко, вот. Вы можете построить две игры, а не одну. Поэтому это все, что не делается, все к лучшему. Да, я ребятам рассказывал. Я просто сегодня, пока откапывал машину, думаю, господи, почему уже столько навалилось? Сейчас еще и дороги не почищены. И тут кто-то присылает мне сообщение с мемом про нашего замечательного мэра. Фотография Виталия Владимировича. И написано, говорите снегу комплименты, и тогда он растает. Это… Ладно, если бы так, но придя домой, там, во время, там, после репетиции, придя домой, мне показали еще один мем, на котором фотография Кличко, и написано, если вы заблудились, то идите домой. А это покажется в ютуб-версии Жени, кстати. А это… Ничего страшного, братан. Кличко, сколько показывался не в ютуб-версии. Олеся, наконец-то ты вернулась. Иди сюда, Олесечка. Олесечка, иди сюда. Олесечка, мы проведем тебя. Олеся, браво, браво. Молодец, умничка. 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 Да, мы продолжим. Как мы уже говорили, в следующем тандеме произошла экстренная замена тренера. Стас Баклан заменил Гаррика Карагоцкого. И так как это произошло всего лишь за два часа до игры, поэтому представьте, что Стас Баклан – это и есть Гарик Карагоцкий. Просто нужно абстрагироваться и понять то, что сейчас сказал Леша. Стас – это Гарик. А играет он вместе с командой «Отдыхаем вместе». Мельницкий. Увага на экран. Я думаю, что в начале был дискомфорт. Я сейчас говорю не о себе, а о ребятах. Первые репетиции у нас с Гариком проходили в чудовом месте. Это его магазин, где продаются очень странные вещи. А внизу у него там такая площадка, где можно делать все, что угодно. А туда могут попасть только избранные. И мы стали избранными. Я стараюсь не давить на ребят вообще полное свободотворчество. Я единственное, что говорю, что должно быть максимально сумасшедшим. Хоть мы и попсовая команда, школа «Воробушка» нам очень помогла. Я не знаю, насколько они услышали, насколько им это понравилось сразу. Сейчас им это нравится точно. Ну, уже ты думаешь как-то по-иншому. Потому что в него, в той коробочке, вот тут отдельный мир. Он же может вот так вот сидеть и сидеть, и сидеть, и что-то как ляпнуть. И ты ничего не скажешь, потому что «Скараговский». Привет, хлопцы! Я просто не сказал, там зараз чекают, что же у вас за тема такая в телевидении. У ребят тема канал «Наука». Если что, вдруг этой теме тоже можно поаплодировать. Хватит махать своими руками. Здрасте, можно благодарить кого-то? Можно, давай. Спасибо, дяденька. Мы хотели бы поблагодарить меру Хмельницкого, Александру Семчишину, голове облдержадміністрації Сергея Вячеславовича Гамалію, и колишньому нашему другу, и автору колишньому нашої команди, а зараз депутату Верховної Ради Украины Андрію Бобляху. Если вы видите вот такой логотип на продуктах, можете брать и не бояться, потому что козов продукт – складова здорового життя. Также мы благодарим компании VR. Если у вас дома есть мебель, знайте, что все материалы – это компания VR. Магазины есть в Киеве, в Днепре, в Харькове, в Львове и даже в Черкасах. VR – все для мебельного виробництва. И компания такая, которая вам сделала два подарка. Два кресла-мешка. Тоби, Женечка, кресло-мешок с квартал 95. А тебе, Лешенька, я знаю, что ты любишь путешествовать, тебе мешок с дорогами. Ну, так же ж уже можно работать. Да, можно, только я больше не встану. Давай сам. Тема нашего выступа – научный телеканал. А в Хмельницьком научный телеканал смотрятся только в двух случаях. Або ты забыл, где пульт, або тебе по нему показывают. Поэтому, в вашей увазе, те, на что мы витратили весь бюджет Хмельницькой области. Первая серия сериала «Теория большого взрыва». Я ей кажу «Натрий хлор», а вона мне спрашивает «В чем тут соль?». А я кажу «Соль в том, что это и есть соль». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Привет, пацаны. Значит так, ЗИЛ, ты масса, Квик, ты прискорение, станьте вместе, потому что вместе весело. Бухгагашечка. Вы сейчас поняли, зачем я это сказал? Нет. Просто мы сейчас с вами собираемся и едем на Лигу смеха. Мы не хочем. В смысле мы не хочем? Ребята, ничего, что это сезон «Титанів». Господи, шо с тобою, Андрей? А я не Андрей. Господи, а кто ты? Я звезда ТикТока. Согласен, ты не Андрей, ты придурок. Ребята, вы же вообще с ума сошли. Я просто хочу вам напомнить, между прочим, на Лиге смеха в этом сезоне можно выиграть миллион гривен. Так что давайте, собирайтесь, берите с собой эту холостячку и поехали. Кто там? Там якийсь пакет «Витром» принесли. Який пакет? Это ж Элтон Джон. Наверно. Да? А выгляди реально, как разноцветный помятый пакет. Ничего, щас мы знаем кто-то, но спитать я можу тільки в цьом образе. Ты наркоман, чи ты проститутка, чи ты шо такое? … мы команда «Отдыхаем вместе»? – Отдыхаем, да? – Тогда я не ошибся. А-а-а-а! Блин! За что? А что вы играете всякую фигню? Блин! Таку фигню! У нас тема наука, и мы показываем пародию на научный сериал «Теория Большого Взрыва». Да, и мы хотели выглядеть так само яскраво, как ты. Вы что, думали, поддевали всякую вот эту ерунду на себя и всё? Мальчик, что быть как я, это... это целая наука пожалуйста просто газ еще остался какая вкусняшка все короче давайте ребята что у нас дальше по сценарии вообще дальше танец давай танец все давайте начинать выступать вообще не понятно что все карагоцкого в башне наука развивает технологии которые часто мешают развиваться людям сучасные дети уже с детства сидят в телефонах мам 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 дай телефон поиграться пап 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 дай телефон поиграться Лариса где собаку выгуляй что-то стоит сковчить тут бля мэнэ дед 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 мам там кажется а не показалось блин короче если вы мне сейчас не достать телефон я пидо отдамся цыганкам ага и мусор захвати собою блин все короче пап знаешь что мамка без меня и соседом все сынок шоу сынок да я тут стою наверное опять телефоне садить да не скажу я в телефоне боя его потерял смыслі телефон потерял лариса ты на шо дивишься вообще я сусіду с ремонтом помогала сусіду я сына сам маю воспитывать а это же твий сын боже нести собий я думаю что я с тобой не говорю я тху на теме ясно как бы дали бы сразу телефон да цей сын б не было как бы да нещодавно в сша обезьян не вживили чип тому така ситуация могла трапитись через 5 роков вы водитель чи 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 ну да оси дайте шо ты делаешь просто як би такси не моё основное место работы мы сюда же никуда не выехали а сейчас не переживай сейчас домчин тебе с божей помощью ну или точнее с помощью чарльза дарвина куда брешался чипс убив живы господи боже женщины за рулем як обезьяна с гранатой кстати гранат будешь секундочку алло илон треба усовершенствовать твои изобретения не не с башкой у меня все в порядке тесла поломалась короче я на метро в смысле на метро потом и не поставишь приложение одну звездочку а ну-ка запрыгай щас довезем тебе без пробок а 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 ну а 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 Посмотрим. Какую эротику? Какую антену? Нельзя! Вдруг пропустим сигнал. Ну да. Я просто так давно не целлювался. Ладно, повернем антену. Хорошо, добре. Или так. Шалом. Микола! Я тобі казав, нельзя трогать антенну. Пропустили вторжение. Все! Успокойся! Успокойся! Что там по протоколу? Я вспомнил, надо наладить перший контакт. Я сейчас все сделаю. Ми люди Homo sapiens Человек разумный Ти хто? Ягарик. Це раса Ягариків. Ягарик. Ягарик. Ягарики прислали до нас свого клона. Ягарик. Спитаю, чи він прилетів до нас з миром. Согласен. Чого ти прилетів? Так що заканчивайте вже. Вашої бази більше немає. Тепер тут все мое. Войни з миром! Войни з миром! Боже, все! Нам хана божить! Ягарики захватуйте! Успокойся! Коля, соберись! Коля, ёлки палки! Ти мені шипадло! Ти мені шипадло за корову! Отвєтиш! Відпіде на мене руки! Прием, прием, прием. Я клон, я Гарикев. База захвачена, можно высаживаться. Как еще музыка? Який клон, яка база? Мы же тебе сказали, концовка номера, ты просто берешь телефон и скажешь, алло, вектильный домик в Карпатах, только что освободился. Смешно ж. Господи, что в тебе вообще в башке делается? А я знаю, чтобы узнать, что у него делается в башке, нужно провести над ним опыт. Так же, этого надо было начать? Да. Саша, Симф, ты сейчас маешь залезти ему в башку и подивиться, что там делается. Давай. Ну, если надо, сделаем, конечно. Да не так. Что? Есть специальные для этого предпособления. А ну, седай. А ну, давай. Ну, подключайте, я знаю. Начинай. Ой, так, пошла загрузка, ребят. Так, стопорнуло что-то, поправь. Не нагрузится дальше. О, все, пишет, чем надо, загрузилось, ребят. 200% уже, черт, 300%. Причем тут тракторист вообще не понимаю. Так, я зашел, я в подкорке головного мозга. Тут все дуже интересно и красиво, но непонятно пока. Аааа, господи, это его воспоминания. Я движусь дальше. О, господи, сколько в нем в башке тараканів. Я продвигаюсь. Ничего не понятно вообще. Я не могу понять, что тут происходит. Гарик, Гарик, ты снова рассыпал муку на рояль. Ааа, это его детские воспоминания. Я понял. Я прохожу до самого центра. Я в мажечке. Я не могу понять. Ребята, там кто-то шевелится. Я должен проверить, что там. Что это за извилина или что это вообще? Кто ты? Я Гриша. Я островый смысл Гарика. Освободите меня. Нажмите этот рубильник. Освободите меня. Сейчас, сейчас, братюшка, я тебя освободу. Я кручу рубильник. О, нет. Я покрутив не в ту сторону. Я освободил его мысли. Все текайте с Киева. Это передается быстрее, чем коронавирус. О, да, до скорой. Ну что, ты знал, что у него в голове? А я не Саша. Я Гарри Карагодский. Добрый день! Так даже прикольнейше. С вами была команда «Отдыхаем вместе» и «Домик в Карпатах». Ну, хай. Вот так. Спасибо! Отдыхаем вместе, Игарик Карагодский. Да, на самом деле. Даже не скажем в исполнении кого. Вы настолько натурально показываете Гарика, что можете его заменить на деловых переговорах. Браво! Ребята, это очень сложно. Взять и за два часа заменить. Но какой же мы, правда, не знаем, кто вы, кто вы, напоминайте мне кого-то. Кто вы, боже мой, Эль Кравчук. Ч-ч-ч-ч, ты не кричи. Что ты делаешь сегодня вечером? Расширяю себя как актера после вашей игры. Браво! Еще раз аплодисменты. Молодец. Спасибо. Ребята, ну что, дальше или в батл? Во-первых, все это время не покидало у меня в голове песня, когда я смотрел на Гарика. Эта песня «Не смотри, не смотри, ты по сторонам». Просто один в один, Катюха. Вот. Но в целом, у меня Стасу отдельный респект, но мое мнение – это батл. Я пошел. Серега. Да, Серега. Опять же, Стас, спасибо. Ладно. Это профессионально. Что это, ладно? Да ладно? Это было очень безумно. Это было сумасшедшее выступление. Это было очень ярко. Серега, дальше или в батл? Насыщенно. В батл, спасибо. Спасибо. Продолжаем, Даша. Ребята, в батл. В батл или дальше? Олесь. Не буду повторяться. Понятно, какие у нас обстоятельства. Поэтому я, скажем, оценивала те номера, которые были без Стаса. Ну так я для себя решила. И это батл. Это батл. Три. Ну что, вы, ребят, можете высказаться, но у нас уже три. Ну да, да. Да, ну выскажите. Я с точки зрения телевидения. Научно-популярные программы для телеков всегда опасны. И риск для юмористического шоу тоже мега сложно. И мне кажется, что это батл. Это батл. Стас туда же побежал, по-моему. Он пошел переодеваться, конечно. Кстати, Маша на что-то обращала внимание. У тебя этой штуки уже не было. На что ты смотрела? Какие у Стаса ноги, правда? Слушай, красивые ноги. Красивые ноги. Сухенькие такие. Как забор у депутатов. Беленькие такие, красивенькие. Ножка-ножка. Ну что, Игорь? Ладно, я смотрела на его ноги. А ты чего на них смотрел? Я вообще любуюсь всеми вами, особенно Игорем в очках. Игорь, ты такой умный. Скажи что-нибудь. Спасибо большое за завышенную оценку. Друзья, я понимаю, что это стрессовая ситуация. Ребята были... Каждый раз таксорны. Да, и мой голос решающий по этому батлу. Батл. Спасибо. Ребята, идите. Отдыхаем вместе. Будут отдыхать в батле. Пока вместе с командой наш формат. Так, ребята, что мы скажем? На самом деле выступ это одно. Гарик, здоровье. Гарик, давай бегом. На ноги там. Ты же помнишь. Старенький на боевой. Давай быстрее еще до нас. Потому что Стас не вытягивал. Стас настолько за нас болевал, что чуть-чуть заболел. Ну ничего, все у него будет нормально. Давай. Любим. Гарик, Гарик, Гарик. Гарик, Гарик. Лёх, ты когда объявляешь команду, тебе не хочется после объявления сделать волосами вот так? Ну что вы, Евгений. Наши с вами волосы. Это уже история. Встречайте. Исторический канал. И Народный театр абсурда Воробушек. Харьков. И Вова Дантес. Внимание на экран. Так как я с этой командой уже знаком и выступал с ними вместе, мы уже чувствовали себя гораздо ближе, поэтому играли в карты. Я жутко проиграл. Ну да, на этом ему большое спасибо. Мы неплохо поднялись благодаря нашему тренеру. Вот. Все-таки 50 гривен от тренера. Это немало. Да мы с ним давно уже знакомы, потому что мы из одного города. В Харькове нет, ну, просто района. Если я начну перечислять районы, в которых якобы опасно гулять, то я перечислю все районы этого города. Плюс, еще наш город достаточно серый. И разукрашивать его можно только какими-то либо запрещенными веществами, либо юмором. Мы выбрали юмор. Лучше всего то, что он такой пришел и сразу включился. Ему не нужно говорить, Вов, смотри, ты тут играешь, короче, льва в подштанниках, который там плавает в озере. И он такой, а, льва в подштанниках, который, все, хорошо, принято. Это как старый Кент пришел. Ааа, вот так, чувак, о, чувак. Зимшого боку, нема такого дискомфорта, что зараз все, 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 все. Чтобы я тут не пометил, что тут брудно, так давайте на пианино сейчас играем. О, тренер, ты пришел, ты самый классный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Добрий вечер. Это шоу «Хто хочет стать миллионером?» И у нас новый игрокер Василь Кислий Борщ в пятку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Василь, первое вопрос на гривень. Вы готовы? Кто есть спонсором Воробушка в этой игре? А. Нардеп Дмитро Чорный, который любит курган-агрегат и место Жовті Води. Б. Фиксаком.юа, магазин фиксованих дешевых цін. Все по 55,77, 99 гривен. Это я, это ты, а это вариант С. О, как ловко, ага. Олександр Лукашов, голова комиссии с питания экологии места Камянске. Понимаешь, он настолько любит свой край, что летит в Карпаты. Набирает там свежего воздуха на полной легене и прилетает в Камянске и дыхает, как дракон на всех тим свежим воздухом. Вариантując К. Костюмерный фанты карнавал. Все вместе на Жирянске 107. Также вариант В.О. Моя гра, мои правила. Фестиваль абсурду Сутула Собака Жакетчан, который провести 5 п согласmem'd в городе Харкове, где Боробушик сыграет 7 вистав в один день. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я напомню, что у тебя есть подсказка. Звонок другу. А я пойду, втоплюсь, в город у глубоды и следую, что dishes. Шукаться будет, никто не inflammationет. О, бритва, с бри уха сейчас. Раз, раз, раз. Вроде шоу интеллектуальное, а мозг выключили полностью. Ты пока что не включай, пусть ребята сначала выступят. Прикомпания «Папа УТ-1». «Папа УТ-1» представляет исторический канал «Было и было». И его ведущий Вадим Мычковский. Кто-то когда-то придумал колесо, а я его сейчас сделаю. Оба! 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 Вот это история! Наш канал! Сила! 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 Сила на место! И не вставай, дока я размавляю! Архимед когда-то сказал. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Да пошел он нахрен! Кто его вообще помнит? Кусок камня! Вы до сих пор думаете, что первый сюжет сняли братья Люмьеры? Пососитесь, братья! Это снял я! Смотрим! Первый исторический сюжет. Добрый-добрый вечер! Ну что ж, это первое включение с поля битвы Тартара-Монголов. Здесь классно, но мне передают, что сюда летит стрела, и она летит прямо... Ай! И мы были к этому готовы! Мы пошили два одинаковых мишка! Ну что же, это уже второе включение из битвы Тартара-Монгол, и вы, наверное, вы интересны, на что мы все фиксируем? Мы все фиксируем на козу. Коза все смотрит, запоминает, потом мы научим ее разговаривать, потом она все расскажет. Будет классно! Отвечаю! Ну что же, мне передают, что летит следующая стрела, и у меня, кстати, по этому поводу даже есть песня. Туда летит стрела, большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет! Студия. А вот к этому мы не были готовы, поэтому новогоднее обращение князя Владимира Великого. Это был тяжелый год, мне отрубили пол коня, теперь я добираюсь до Новгорода в два раза дольше. Но не об этом. С 1 января я официально ухожу в запой и буду бухать до 19 числа. А потом пьяную паду в прорубь и как-то это оправдаю. Благо фантазии хватает. С Новым Годом! Киевская Русь! Фух, лоптия горит, а? Побачимось на одни гривни. Маркс и Энгельс дописали «Капитал». Прикинь, у меня закончилась бумага и я последние две главы на себе дописал. Мужики, вы перепутали! Точно! Я Маркс, ты Энгельс! О-о-о! Меняемся бородами! О-о-о! Нет, нет, нет! Это канал исторический, истерический в соседнем павильоне. Прошу прощения! Давайте, диды, смэк-попичем вам в дорогу! Слушайте, вот это сюжет, да? Кому понравился, подписываемся, только не под себя, потому что креселки дорогие! Так, Мачковский! Ты что творишь? Я творю историю. Ты ее позоришь, а значит, позоришь и меня! Потому что я директор этого канала-канала! И я тебя увольняю! Послушай, директор, ты можешь уволить меня, Вадима Мечковского, но на мое место придет другой! Кто? Дядя Жора! Угрожаешь? Тогда я зову охрану! Это что, мушкетеры? Канал исторический, охрана соответствующая. И что они мне сделают? Жульен! Нет. Они тебе кабину развалят. Ого-го! Ну попробуй сначала догони! Догони! Блин, застряли опять этот тень коровы! Еле спасся от этих гусей! О, кстати, когда-то гуси спасли Рим! Смотрим! Гусь! Привет, гусь! Нет времени на здоровье! Привет, гусь! Привет! Там Рим в опасности! Галы на подходе! Нужно их спасать! Так бежим и галдим до Рима четыреста метров! Ходу! Ходу! Жили у бабуси! Бабка, ты что творишь? Рим в опасности! Два веселых гуся! Я не могу этому сопротивляться! Один серый! И другой белый! Два веселых гуся! Хопа! 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 Вот это! Вот это я понимаю, трое, да? Поклон, ребята! О! Просто замечательное трое! О, трое! Сейчас об этом будет наш следующий номер! Ну, почти об этом! Ну, типа не про цифры, но про местность! Понимаете? Нет? Ну, смотрите, значит, сколько было в лодке, не считая собаки, сколько было поросят, сколько мушкетеров было... Двое! Да не вас! Это, смотрите, хорошо, давайте так. Охранники в Октябрьском работают сутки через... Ну, что ты не понимаешь, да? Я все понимаю, ну, хорошо. Есть еще такая команда, разные и ведущие. Трио? Нет, не трио, хватит подсказывать! С кем ты разговариваешь? Не знаю, я понял. Вы визуалы, и горите сюда. Вот смотрите, это Спарта! А это рядом! Очень-очень рядом! Хорошо. Ось это троянда. Если я надламаю шматочек, то залишится что? Не понимаете, хорошо! Троя. Так, ну, вроде троя. Но! Как я выгляжу? Полубожественно. Отлично. Значит, все по плану. Я его зову. Он открывает. И мы туда, тоси-боси, конь на тросе, жарю-парю, и все, трое наше. Ну? Блин, ты прикинь, забыл, как зовут его. Что-то связано с мерой измерения Земли. О! О! Сотка! Да не, блин, какая сотка? Аршин! Что? Да что у вас за имена такие? Что-то больше, больше. Гектар? О! Спасибо. Гектар! Что ты хочешь, Ахиллес? О, славный Гектар, прими этот дар от нашего народа к вашему. Открытка! Блин, откуда вы знали, что у меня сегодня день рождения? Блин, дураки! Это еще не все, ты внутрь посмотри. Пятихатка! Но мы скинулись с ребятами. Одному мне. Гектар, ты внимательней. Стих про меня. Гектар, ты прекрасный воин. Ну, это правда, да. Но сегодня будь спокоен. Чего мне переживать? Отложи скорее мечи, собак привяжи, свет повыключай. Ложи спать, пожалуйста. Ну, вы дураки. Это был первый в истории турецкий гамбит. Хоть в Турции тогда еще не существовало. Фильм Вадима Мычковского «Паранойев ковчег». По-любому кого-то забыл. Я же знаю, что я кого-то забыл. Отвечай, кого-то забыл. Слоны здесь. Конечно, как же я их мог забыть вот это вот. Львы. И львы здесь. Выхухоль. Есть. Попугай, не поясничай. Сам не поясничай, лох. Цец. Господь меня точно накажет, если я кого-то забыл. Я же кого-то по-любому... О, гуси. Че, кого, начальник? Сори, опоздали. Вы вообще нормали. Я вам четко написал. Каждая тварь и папа. Один мальчик, вторая девочка. Вы че приперлись? Ты че, сексист, а? Ладно, ладно, ладно. Залетайте, залетайте. Залетайте, конечно. Жили у бабуси... Папка, да мы выберем. Че ты делаешь? Два веселых гуся. Один. Другой. Два веселых гуся. Опа! Обожаю рефрены! Опа! Ну ты бабка и тварь. Что? Мне послышалось, и ты сказал тварь? Просто на ковчеге нужно каждой твари по паре, а я один. Пойдем со мной. А не пойду. Бабка, 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 стой, стой. Это ж я, Вадим Мичковский. Вадик. Да это я, я просто пытаюсь уплыть с этого канала, который и так тонет. О, еще и тень коровы забыл. Иди сюда, догоняй. Да давай быстрее. Не так быстро, Мичковский. Я в пиджаке? Да. А значит, я директор этого канала. И по документам все вот эти персонажи принадлежат мне. Так что быстро все сюда. Послушай, директор, ты забываешь, что кроме тебя и твоих вонючих бумажек есть кое-кто посильнее. И этот кое-кто сегодня здесь. Тысяча чертей. Это кардинал Решилье. Не чертыхайтеся. Я не кардинал. Я робот-робик из клуба Суперкниги. Робот-робик из Суперкниги. Робот-робик из Суперкниги. Здесь нельзя показывать по телевизору. Еще и как можно. Адже цей канал мало того, что никто не дивится, так его еще и не существует. Потому что мы его выгадали. Канал ПАПУТ-1. Все разом. Как же это прекрасно. Знаете, кардинал Решилье уже робот-робик. Мушкетеры. Гуси, из-за которых сгорел Рим. Паранойя в ковчег. Весь этот бред сняли на козу. Она нам все пересказала. И я это показал на 1 плюс 1 в прайм-тайме. Да какой же я конченый. И мы. И народный театр абсурдов воробушек. Больше питаний, неж відповідей. Слепочима воробня. Слепочима воробня. Слепочима воробня. Слепочима воробня. Слепочима воробня. Ой, ой, ребята. Воробушек и Донтэш. Браво, браво, браво. Браво. Давайте сделаем. Просто какая-то мерзопакостная грудь. Хочу сделать с вами стелфи. Давайте на вашу камеру. У вас фронтальная коза получше. Браво. Ребята, ну и как? Давайте. Слово. Тренер. И тренер, и команда опытные уже ребята, в принципе, да. И встречались уже не раз, да. Ну, а Харьков колыбель искусства. Вот, конечно же. Сейчас получится, что я как бы, получается, вы из Харькова. Да, Донтэш тоже из Харькова, я из Харькова. Ну, я говорю дальше. Да, все, молодец, супер. У вас одно дальше. Маша, ты взяла микрофон, взялась. Говори, как ты меня училась. У меня болит лицо. А это что означает? Вот, Садриса, вот, Садриса, хочется допить. Маша, это обозначает в батл, правильно? Дальше. 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 Два дальше. Стас Баклан поглаживая микрофончик, постукивая. Да, доктор Зло, скажите нам свое. Не, я сегодня доктор Добро, а доктор Зло левее. Ау. Вот. Временный. Да, да, да. Нет, я обожаю этих людей, и Вову в том числе. Вот. Но я хотел бы их увидеть в батле. Батл. Очень прикольно. Кстати, дайте Баклану поаплодируем. Потому что хорошее решение. Почему бы нет воробушек подлоскать в батле, хотя я стал христианином благодаря Робику. Спасибо, ребята, за воспоминания. Аллилуйя. Так и хочется сказать. Аля перед Олесей, да. Да, давай. Ну, я очень люблю ребят, на самом деле. Какие-то вещи я не понимаю, но, мне кажется, чувствую, потому что я очень радуюсь, когда смотрю их выступления. А так по тебе не скажут, что ты так сидела. Ну, я же говорю, нет, но я... Это радость? Ну, это такая, это я немножко ошалела. Потому что какие-то вещи для меня удивительные, странные. Что вас будило для... Ну, понимаешь, ну, это же расширяет восприятие. Это же классно очень. Поэтому я хочу, чтобы ребята шли дальше. Дальше. Отлично. Спасибо. Итак, ментальные наркотики, расширяющие сознание, он же Воровочек. А теперь доктор Зло, новоиспеченный, Ласточкин. Ну, подведи итог. Дальше. Спасибо. Отлично. И народный диадр абсурдов, Воровочек, проходит дальше. Сейф, все ближе. Сейф, все ближе. Ключики-то у нас есть, как бы, но... Сейф идет дежурно. Лех, ну ты же привет. Если так можно это назвать. Да, можешь так сделать. Сегодня, практически в центре Киева, состоится выступление команды Лиги Смеха 30+, город Житомир, в котором они вместе со своим тренером, популярным певцом Сергеем Бабкиным, представят вам свой информационный канал. Подробнее в сюжете. Во-первых, Сережа очень сильно хвилюется, потому что он знает, что это для него ответственно. Наверное, в этом мой кайф. Он буквально за день до игры прилетел. Думал, знаешь, что может человек не выйдет там. Нет, нормально. Нет, очень хорошо. Видно сразу профессионализм. Видно сразу, что наш. Мы просто ждали друг друга очень давно, и тут просто встретились. Все, моментально. Сергей Бабкин в лизе смеху новая людина, как тренер, по суті, правильно? Того его нужно раскрыть с разных сторон, показать, какой он и музыкант, и актор, и людина. Хороший человек. Кто это? Я не знаю вообще, кто это говорит. Но я думаю, что мы найдем. Ясно. А, я сотрясался, и ты вообще. Давай, сразу, сразу, сразу. Все, все, все. Что они предлагали, это очень смешно, и это все разное. Ну, и мое. То есть я там очень органично существую, получаю огромный кайф. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Хочем подякувать, щиро дякуем, скажем, житомирскому міському голове Сергею Сухомлину. Сергей Иванович Сухомлін запрошує все команды Лиги Смеху и вас, ребята, на оновленный Спартак-арена в Житомире. Побігать футбик. Фишка, что после футбика? Поляна. Кафешка, правильно, абсолютно правильно. Житомир Сергей Иванович. Хлопці, если вы думали, что в Украине найвідоміша аббревіатура – это ПТП, то нет. П, Б, Ф. П – практично. Б – будьевельно. И Ф – феерично, фундаментально. Хорошо. Это все ПБФ. Первая будьевельная фирма. Будьевельных фирм много, а мы первые. ПБФ – еще и украинские танки сегодня. Спасибо. Да. Вообще, как залабают, Лёха. Я обожаю живую музыку. А зачем ты тогда ее столько лет убиваешь, Лёша? 30 плюс, встречайте, Житомир. Летс гюл! Лёшка. Сол! Лёша! Ага, ага, зубоку на рыбалку Ага, ага, неделю споза нами Ага, ага, 30 плюс Сижу дома із детьми Фиксики дитині Ага, ага, серіал дружини Ага, ага, мелодрама тещі Ага, ага, 30 плюс Сижу новості, дивлюсь Ау! Бам-бам, бух-бух Ось така голова Чи не можна хоча б якісь новості послухати? Давай, давай Вбили, зарізали, пограбували Ушпиталили, забрали, не віддали Одним словом, добрий вечір В ефірі інформаційний канал Дорослих новин 30 плюс 30 плюс Настрижений барбершоп А время І відразу до новин Біда Біда прийшла в звичайну житомирську сім'ю Через вай-фай Патько зареєструвався в Тік-Ток А знаєш, ма Все-таки добре, що ми цю вакцину першому баті вкололи Знаєш, син Я собі подумав, а, наверное, ми будемо возвращаться до твого рідного батька Так а що робити? Щас Батюшка, я извиняюсь, це шо, обряд такий? Та не, це шоб світ був лучше 30 плюс Це коли засинаєш під час новин А коли дружина хоче переключить Каж, не трогай, я слухаю Відразу до актуального Саме в цей час проходить екстрена нарада паливного комітету щодо тарифів на газ Пряме включення із зали засідання А ви знаєте, мужики От я не пойму, що ці люди постійно неють, що їм так багато платити за тепло Вони б знали, скільки ми за це тепло заплатили Слухи, задовбало це НАБУ Ти не можеш розібратися? НАБУ, спасибо А я так вважаю, хочеш жити краще, почни з себе От я вже почав жити краще Добрий вечір Програма мутки І ми ведемо своє розслідування з майдівських островів Ось, подивіться, люди, подивіться Доки ви, заплативши за газ, сидите голі і босі в Україні Оці хапуги сидять голі і босі на Мальдівах Доки ви не можете закрити платіжку Оцей кабан не може закрити піджак Ось, подивіться на цього кадра Подивіться, подивіться, яка Буда, а? Шо, ти вилупився, выбирай, пікітачене, или... Ти ну не перегибай Я вибачаюся, Вадим Леонидович, вы продлевать будете? А це шо, аниматор? А шо, 5 років підряд потапа, брат, чи шо? 30+, для нас, якщо носки темні, то вони вже однакові Рубрика No Comments на нашому каналі Як мужики в 30+, дивляться сторіс Дима! Шо? А, ні, нічого Скандал Пенсіонера із Житомира вкусив сусід Леонід Павлюк Як, говорить сам пенсіонер, тепер він чоловік Павлюк Докладніше в наступному сюжеті Значить, це як було Їхали ми з бабою якусь утром на базар м'ясо продавати Коротше, тут терористи підключили до автобуса бомбу Їдеш менше 90 км в час, цей автобус зривається Коротше, баба сідає за руль, їде 180 Я дивлюсь на бабу, з бабою щось не то Їй починає крутити молодці З ручки бігають туди-сюди Я дивлюсь, а в неї, вот, вот, вот Пішло, я говорю, шо случилось? Вона каже, наверное, апендицит Я говорю, да не може так робити апендицит Це по-любому поджелудочно Я ж з доктором Хаусом Вместе учився в одну групі Я ж хотів брати його кумом Тут мені телефонний дзвонок Я думав, що якісь балаболи мені дзвонять Дивлюсь, ні, 044, Київ, стаціонар Піднімаю трубку, кажу, алё, дам Мне кажуть, Степанович, земля в опасності На нас летить метеорит Каже, вызивайте таксі, ми вам денні за дорогу вдому Я вызиваю таксі, виходжу на вулицю Приїжджає білее Педжео 407, да, обикновено Я відкриваю двері, а там музыка Закрив двері і уїхав Я перезванюю, говорю, дівочці, в чому діле? Он каже, извините, нема машин в вашому районі Повертаю голову, тут баба следить біля подъезда, лиса, и каже мне, мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Я пока держал руку, Ленька Павлюк меня за руку и вхапил. Все, после этого я человек Павлюк. Как это прокоментует родина? Короче, будем деду кабель не выключать, потому что это первый день. Я вам, кстати, рассказываю, корабль тонул, я на дворях спался, нет? А у меня одногруппник разрезал, у него железный тиск, на сексофоне с красным лапом, а потом, дай мне тебя. 30 плюс, это когда после секса с дружиной говоришь, фух, надо пить меньше котел сделать. Побачимось одразу після реклами. Увага на экран. Ваша випічка підгоріла? Сплив термін придатності молочних продуктів? Богано чистяться сардельки? Знову залишились края від піци? А ваша дитина не любить манну кашу? Не хвилюйтесь, вигід є. Батя, доїсть. Батя, доїсть. Це реальна економія. Перед випіданням боротьтесь с батьком. Президент Володимир Зеленський запросив Ілона Маска відвідати Житомирський музей космонавтики. Репортаж із зустрічі поважного гостя. Чуєте народ? А він точно приїжджає? Чи як сі через Житомир проїжджає? Заряджайте хлопці Теслу, та сідайте таксувать, кілометр сорок гривень, як цю Теслу відбивати. Алло, я скоро буду. Скажіть батюшки, хай трохи потягне. І, 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 і. А де солістка? Ой, летіли дики. Тесли. Ой, летіли по дорозі київчов. Хей! Хей! Зерфі! Піджу! 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 Алло! Ні, за мене 200 гривень дорожче. Піджу! Піджу! Тому що по снігу йти. Чому? Странно. Так, ти не можеш рішати свої діла? Десь Том, Алина Рубой. Іде, іде, іде! Так, давай без цієї самодіяльності, Сережа. Пікав на машині Ілону Житомир, Вийшов на запраці з'їсти по ходогу, Поки Ілон є в магазині, Підманули Теслу, залили бензином. Хей! Хей! Тихо! Тихо! Тихо налякали. Ілон. Хор? А-а-а-а-а-а! О, ракета Корольова, R1. Don't touch me now. Нічого не трогай. Сер! Алло, как выздоровел? Так я залоги не отдаю. Пуск – это старт! Леонидович, а как вчера кота сяде? Я не знаю, как ракета, а губернатор сяде точно, вона на балансе области. Кто и жив? Рома Лох, святка-проститутка. 30+, наш первый информационный канал – стена в подъезде. Може, досить, зупинися, на себе споко подивися. Точку маєш? Хату маєш? Що тобі не хватає? Коли тобі 30, пора раздумлиться. Бабки з пирати, спокинем грати. Коли тобі 30! Продукeling Аплодисменты. 30+, дякуемо, что не переключили. 30+, и Сергей Бабкин. Слушай, круто. Ну как же вы попали в этой шутке про котел? У меня такое было дома. Мы с Жекой поймали себя на мысли, что если на воробушке мы просто стоим в оцепенении, то тут мы киваем. Правда, правда. Все правда. Все правда. Тебе, что 30+, уже давно, уже сколько лет. Вот всю правду, давайте. Во-первых, я сегодня заметил, что все подвязы между номерами — это отдельный вообще вид искусства. И если можно вырезать все эти подвязки и вставить в один номер, получится тоже одно отличное выступление. И за это вам аплодисменты. Спасибо за эти подвязки. Да, это правда. Все сшито ниточками очень круто. Каждый афоризм в точку. Ну давай, Вовка. Ну слушайте, тут и музыка, и все. Я соскучился по концертам, и по всему. И шутки классные. Дальше. Браво. А если наше с тобой вырезать подводки Жека, получится квартал. Маш, давай. Я коротко и убегаю готовиться. Носки и котел, пацаны. Вы живете у меня дома? Машка Банажар. Дальше. Спасибо. Ребята, внимание. Два дальше. Два дальше. Вот три судьи. Два дальше. Мы вас поздравляем. Но внимание, пожалуйста. По игре, по шуткам, по атмосфере, Олеся. По юмору, по бабкину, по бубну, по барабану. Ох-ох-ох. Так. Стас Баклан. Да. Не, 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 не. Вы знаете, я вот смотрел и думал, какой же я молодец. Все-таки, да? Несколько лет назад я поднял свой зад на эту команду. И вот просто, ну вот, знал, что это будет так здорово. Дальше. Спасибо. Три. То есть три. Ребята, в меньшинстве, даже если вы отправите в батл, но аргументируйте выступление. Как вам? Понравилось выступление или нет, Олес? Мне очень понравилось выступление. Я обожню Сережу Бабкина просто, как музыканта. Я дуже дякую ему за его творчесть. Неимоверно. Я безсомневно скажу далее, але я дуже хочу побачити більше актерочки від Сережи Бабкина. А вот-вот, ребята, это Камеш и Кваша, Городик. Ласта четыре. Ну а че тут говорить дальше? Дальше. И тебе можно! Спасибо вам! Город на 30+. Спасибо! И Сергей Бабкин присоединяется и Народному театру Аксурду Воробушек, который тоже прошел дальше. Все очень хорошо. Ребята, по-моему, мы приближаемся к сейфу все ближе. А что может быть в сейфе дороже, чем у Денмилео? 30+. Это свидетельство о браке, Дима. Потому что я деньги храню в сервизе. Конечно. Ребята, спасибо. Эмоции классные. Сейчас подождем, пока Серега вернется. Вернется, да. Мы можем поговорить. Стас, да. Не, я вот думаю, Ванька, молодец. Вот на свадьбах каждый день мне как-то перетеклось сюда все, да? С бубном я имею. А серый как, видишь? А Серега как? Он не на свадьбах, правда. Как выяснилось. Но видно церковное про, что у Сереги, да? Как он вписался в тикток, церковный тикток. Какая богохульная передача, я думаю. Она запретят когда-нибудь или нет? Нет, мне вообще показалось, что это номер у Юры Горбунова про тикток. Очень похоже было, кстати. А кто упомнит имя Юры Горбунова в Суе, тот попадет в шоу Юры. Спасибо. Ну про квартал было и про Юру надо посмотреть. Ну понятное дело. Никто ж про мозги не говорит. У кого нет мозгов, тот попадает в мозги так, что ли? Ну я не понимаю просто, да. Спасибо, Сереженька, красавчик. Сережа, браво! Умничка. Я выясняю, Жене сейчас лучшая версия меня или все-таки просто мое отражение? Знаешь, Женя, что я немножко расстроен. Почему? Ну потому что вот сейчас команда выйдет и покажет канал, на котором меня никогда не покажут. Ты про Ньюз Ван, что ли? Нет, я про канал Культура. А, тогда давай там не сниматься вместе. Встречайте, канал Культура, команда Веселые Бобры и Маша Ефросинина. Внимание на экран. Маша, во-первых, хочет играть в эту игру. И интересно, это уже огромный плюс. Вы это и дети? Вы это и дети? Да. Было очень неприятно нам, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что она бумонт, а мы так просто ем, что готовит Дмитро. Ефросинина. Блин. Ефросинина. 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 Я досі не можу звикнути до того і розпізнати, чи вони зі мною жартують, чи говорять серйозно. Подекуди в неї в очах читається оцей страх і нерозуміння. Ахахаха, дуже смешно, так. Что за х**ня? А я ж вірю, розумієте, я вірю і мені хочеться думати, що вони мене не троллять. Але здається, що трохи підтрунюють. Бобри плюс Маша дорівнює хороша компанія. Дякую за перегляд! Так, я так понимаю, пісня, да, Вань? А у нас обращение к зрителям. Зрители, ви там? Зачем вы пришли? Зачем повставали с диванов? Зачем в этот вечер решили прийти Смотреть на титанов? Команды здесь боряться За славу, любовь и за миллион Хотя могли бы устроиться В брокерскую компанию Пелерон И там заработать немножко Если кто-то в зале болеет за 30+, скажите Е-е-е! Е-е-е! Если кто-то в зале болеет за наш формат, скажите Воу-воу! Воу-воу! Если кто-то за веселых вопрос, скажите Брокерская компания Пелерон Дело деньги – это круто! Дело деньги – это здорово! Все! Витька, а ты чего не спевал? Я сегодня что-то настрою нема, знаете, спевать Просто в этой команды конфликт, как бы сами розумеете Все, давайте не отвлекайте, выступать еще Блин, мне так нравится вот это сочетание двух творческих противоположностей Я не знаю, я считаю, что один ведущий вел лучше А, ты про бобро? Я с тобой полностью согласен АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ Тема нашего выступа – телеканал «Культура» Как вы видите, мы очень культурная команда, настолько культурная, что Дмитро в «Будинку культури» этот пиджак украв. Иван, сейчас твои слова. А, ты занятый. Как говорил мой дед, обожаю Молдову. И чтобы я больше тебя с моей женщиной не видел, понял? Твоя мать имеет право на личную жизнь. Чего ты так завелся, а? Потому что у нас тема телеканал «Культура», а у нас в Таяновке нет ни того, ни другого. У нас и еды нет. Ну ты как-то находишь? Все, успокойся. Дякую, что псули нам выход. Он и так был испорченный. Короче, это его. Вот вы все говорите телеканал «Культура», телеканал «Культура». А то ничего не будет, что мы телеканал «Культура» показываем на один плюс один. Нам как бы все равно. Бо как бы Коломойский не нам ноги поломает. Не переживай, у нас же тренер культурная. Она там посол ООН. Она получила орден за заслуги третьей степени. Она в танцах с зерками в четвертьфинале вылетела. Что уже говорит про ее культурность. Там именно такая телка. Она по культуре выкупает жестко. Культурно... Пипец. Шкода, что не можно матюкаться, конечно. Там меньше слов было, но... В общем, есть у нас телеканал «Культура». Сейчас покажем. Давайте, давайте, давайте. Что я губами делаю? У нас музыка есть. Давай. Все, все, все. Телеканал «Культура» смотрят культурные люди. А как же быдло? Кто будет их просвещать? Поэтому дирекция канала решила сделать маленькие изменения. Смотрим. Добрый день. Добрый день. Дмитро, угадайте, в якій руці? Напевно, в тій був цей микрофон. О, блин, точно. О, и тут ничего нема. Ладно, у меня и так звістка. Дмитро, вас звільнено. Хух, слава Богу. Эй, и речи свои заберіть. Телеканал «Культура» Короче, товариство, зустрічайте. Нова ведуча телеканалу «Культура». Овації! Телеканал «Культура» Я перепрошую. А че ви не в діті? Че ви в діті так? Тові самі сказали, що нам якось треба скандал додати до цього каналу? Ну, ми думали, що ви розглянете справу Медведчука з туса. Щось таке. А хіба так погано? Ні, зовсім непогано. Просто… Господи, дай мені, будь ласка, сил. Просто… Просто… Ви всі здогадалися певно, що мова піде про видатного режисера Раду Парумбеску. Коли Раду вперше побачив камеру, він сказав, дайте мені насос, я все зроблю. Сорок років Раду вирішив взятися за голову. І впав з велосипеда. Але скрутні часи в житті Раду почалися, коли ведмідь відкосив йому голову. І за сім років Раду помер від голоду. Бо йому не було куди їсти. І сьогодні у нас в гостях його найліпший товариш. І так сталося, що його син Джан Сміт. Опа! Це я! Це я! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це я. Говорим про Раду Парамбеску А кто это? Это твой отец Расскажи про него Ну, что говорить? Умер и умер Давай про тебя поговорим Ну, кто ты, что ты Я новая ведущая этого телеканала Меня позвали сюда поднимать его рейтинги Ну, насчет рейтингов не знаю Но настроение во Так, по законодавству Украины Я маю відпрацювати ще два тижня Конкретно тут, на цьому місці Я оттак от сидів І оттуди от дивився Простите, а вы как-то связаны с Раду Парамбеску? Ніяк Але може бути связаний Можу бути прикований Як скажешь А може кто-нибудь забрать вот это отсюда? Я могу Добрый вечер А вы кто? Я ведущий прогноза погоды И здесь становится очень жарко Точно майонез забыла купить А вот мне скажите-ка Вообще здесь кому-нибудь интересно что-то про деликого Раду Парамбеску, а? Мені Я Раду Парамбеску Я специально воскрес для вашего эфира Раду воскрес Воистину воскрес Серьезно? Ты директор этого телеканала? Ну прикинь, який талановитий режиссер Все, короче Можеш доторкнутись до легенди Не, ну та легенда сама Доторкнеться до тебе Руки Так, мальчики А что происходит у нас, а? Шо за детский сад вы устроили? Шо за дикари вообще? Мне поставили задачу Я профессиональную выполняю И я так эффектно вышла Я органично работаю в кадре Вы реагируете, как малые дети Это битва титанов? Или битва озабоченных титанов? Странно, что вы еще не пошутили Как-нибудь в стиле Маша Ефросискина Была такая идея Вы сильная команда Мощная команда Вас на один эфир Попросили быть еще и культурными, а? А вы как реагируете? А як мы маем реагувати? Я в 12 лет встаю в школу Включаю телевизор А там ты ведешь подъем с Горбуновичем Все такая гарная и сексуальная И все, теперь я тупый Бо в школе не учился Постойно про тебя думал И вот через 20 лет Моя детская сексуальная мрия Мой тренер Будешь со мной сосаться? Нету, нет Кайфила мая Маш, Маш Не слушай его вон, Молдаван Иди сюда Мы культурная команда Принесите арфу И очень сильная Принесите большую арфу Арфа не было, прикиньте Какая вот гитара Блин, я же не люблю на гитаре играть Но ты же знаешь На арфе красивее было бы, понимаешь? Вы вообще слушали на арфе Цоя? Как звучит красиво? Ладно Маш, хотим тебе спеть Очень красивую, дружелюбную песню Ты прочувствуешь дух бобров Мы так привыкли жить Лигой смехой Лигой смехой Писать всю ночь Чтобы на утро Тренер не был злой Нам стало так легко шутить Про бедное село И повторять Чтобы зашло Знаешь ли ты Что команда бобры Очень культурная Нормальная команда Это что такое? Мне дед разрешил Он мне всегда говорил Можно Машку заляшку? Так ты чё, офигел вообще? Мы так привыкли Кожен раз сказати В зал цей во Шо всі сміються Коли зі столом Пришов Дмитро Але сталось так Шо колишні вороги Тепер бобри Тепер бобри Знаешь ли ты Тренер дорогой В этой игре Для нас ты человек святой Серце бобрив Тепер В твоих руках Не загуби його И не прогас Не так круто, конечно Я говорю 30+, но тоже старались трошки А за окном сверкают фонари Проклятый дождь Все, все, все Маша, не надо, не надо Нормально поешь Вот была бы арфа Идеально бы звучала Мы в начале выступления хотели избыдло сделать культурных людей Але веселых бобрів не зламати Звала були веселі бобри И Маша Ефросискина Зимбу бра Я купил тебе мастерку най Теперь ты ботинка, я твой полицай Давай нарушай На улице май Вау Я купил тебе мастерку най Теперь ты ботинка, я твой полицай Да, я вам так скажу, что и без арфы было круто Это было очень круто Маша Ефросисина Отдельная браво тебе, Машенька, браво Просто актерочка на высоте Маша, ты всех наша сексуальная фантазия Маша Ефросисина Нина Нина, Нина, Ефросисина Молодец Маша играл Маша, да, отдельная Отдельная заслуживает внимания Олесь, скажи, пожалуйста Тебе Маша понравилась? Как тебе на латексе? Маша, бомба Я знаю, как ты хвилювалася Это было очень круто Не видно было, правда? Ну, видно, не видно Справа не в том Справа в том, как она умела с этим справиться Как она вышла И как она зібрала всю увагу И это было очень круто Машечка, далее, далее Дальше Далее Олеся Дантес Во-первых, впервые в жизни шутка Машки за ляжку Прозвучала смешно Спасибо большое Это впервые нашло место Отличная игра, Маш Это было потрясающе Я не знаю, чего ты переживала Действительно Потому что ты вышла От начала до конца Это была не Маша Ефросинина Это была актриса Которая принимает участие Они хотели, чтобы я вообще вышла без ничего Но я Отстояла А мы типа не хотим Давайте на следующей игре Раз А в смысле Раз еще игра Разыгралась Маша Короче, без лишних слов Дальше Дальше Маша Перед тем, как тебя пропустят дальше Наверное Если можно так сказать Я тебя хотел спросить Это же Можно сказать, что Лига Смех Это сложнейшая задача Очень Можно сказать, что это терапия Ты как женский тренер Всех женщин Ну терапия точно Потому что Не есть, не пить невозможно И постоянно Ребята не разрешают Ошибок допускать Никаких Все должно быть так отрепетировано Вы доминировали, пацаны? Они доминировали полностью Смотри Мои котики Так ты их называешь Хорошая тренер Хорошая команда Ребята оценки Да Станислав Владимирович Вам слово Что? Я разбудил вас? Извините Меня разбудили давно Маша разбудила Все нормально Наконец-то За столько лет Наконец-то, да В таком костюме Естественно Ну, Леша В таком костюме Ну, вы как вертинские В театре Ну, что Продолжайте, Станислав Скажите Свое мнение Как вам Маша и команда Засмеялся кто-то в зале Понял шутку мою Станислав Единственный Кто-то засмеялся Стас, как вам выступление? Ты все время говоришь Очень сложно Все, ты закончил Ты говоришь Я могу? Женя давал возможность Говорить Все, все Да, говорите Станислав Я просто даю возможность Не, ребят На самом деле Потрясающе И вы ждете Вот этого заветного слова Оно будет Дальше Третье дальше Ну и все Получается Решено Подожди Дай послушать Серегу Дай Игоря Дальше 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 Но Лично По мне Лично Плохо Плохо Что я не решаю Вообще Ничего В этом Соревновании Поэтому Дальше Единогласно Еще Вовремя Маша Евросинина Проходят дальше Молодцы Ребята Все пять Полутин Сыграны Показаны Все пять Телеканалов Я думаю Что пора Пригласить Все команды На сцену Давайте Под аплодисменты Команды Мы ждем вас Лига звезд Лига нации Лига нации Лига папа нации Значит Теперь К результатам Всего Две команды Не полностью Удовлетворили Показом Своих телеканалов Членов жюри Это значит Что будет Баттл В баттле Участвуют Две команды Это Наш формат И Команда Отдыхаем Вместе Мельницкий Не оценивают Этот баттл Станислав Владимирович И Олеся Жураковская Так как их команды Играют в баттле Всем остальным Членам жюри Предоставлена возможность Оценить баттл Наконец-то Ласточкин Сможешь Внести Свою лепту Оценку В сезоне Титанов Мы решили Полностью Обновить Нашу баттл Обойму Мало того На каждом Этапе Команды Будет ждать Абсолютно Новый Баттл Сегодня Мы сыграем В города Города Где ты это считаешь Женя Ты б***й Это считаешь Ля Принцип городов Значит Команда Говорят Одна Говорит Фразу На буквы На которые Заканчивает Команда Говорит Эту фразу Другая Команда Должна Начать На две Буквы Например Привет Евгений Как дела Ладно Ладно тебе Алексей Обязательно Соблюдать Это правило Правильно Мы все рассказали Объясни Вы понимаете Принцип городов Москва Амстердам Амстердам Да Поняли Все Поехали Зачем ты сейчас Про Москву Ничего не Что такое Уже нельзя сказать Здесь такой город Нельзя Сейчас он Второй раз Я понимаю Что в тебе Не штат Сейчас второй раз Заберет у тебя Звание Заслуженного Тебя же С квартала Не выигнаю Так ребята Ну что Самое главное Самое главное Причем Это не шутка Вообще Почему Люди смеются Потому что Ты издеваешься А сейчас Будет Женя Прости Я тебя Очень сильно Люблю Ничего страшного На колени Песни группы Мозги Я писал С тебя Спасибо Итак Внимание На какие две буквы Заканчивает Говорящий На те две буквы Должен продолжить Участник Противоположной Команды Вам понятно Аплодисментами Подтвердите Спасибо И участвует По два человека Мы забыли Сказать Мы следим За правилами Если команда Ошибается Не называет Те две буквы Значит Мы просто Меняем Человеков Местами Итак Значит Ситуация Первая Тренировка В спортзале Строгий Тренер И Ленивый Клиент Ты понял Главное Уверенно Зайти В спортзал Але Вы Конечно Тренер Друбанутый Эй Эй Ты Потрогай Біце Пссс Походу Сдувся Ваш біце Пссс Выкусил Малый Эй Немного ли на себе взял Уй 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 Ну Мягкий знак Можно выбросить Уй Это на йоге А у нас тут Спортзал Если хочешь заниматься Бабским делом Вдягай Левчик и бежай Жи 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 Спортзал Где у вас тут? У туалет Тикай туда Ты Який Разумный Ты Послал меня туда А я Не гордый Я пойду Думаешь Ты Самый Великий Ты Мого Брата Еще не Бачил Він Сейчас Прийде И ваш Спортзал Закрие Есть такой Мужик На самом свете Який Закрие Я тебе Кабину Погну Ну Ну Давай Это еще не все Вот сейчас Все Брата Сьогодні В спортзале День для геев Вот Того Ви и тут У тобі Так багато Сторин Я просто Не розумію Браво 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 Прекрасный Батас Дайте поаплодумати Це дуже Нелегко И прикольно Ну щас Секунду Лех Я просто хочу Спросить У нас на всякий случай Есть еще одна Ситуация Но я хочу Спросить Вы готовы Определились Лидером Маша Вова Игорь Сережа Еще один Еще один Тогда еще одна ситуация Делаем фаталити Охранник на фейс-контроле Не пускает посетителя В клуб А у клиента Там жена Беременная В клубе Цей короче Я помню Там в спортзале Некрасива ситуация Получилась Типа Хорошо Хорошо Повів себе Не по-пацански Ну пойми Ну У неї цей Короче Цей Может и не від мене Но Я ей чоловік По документах Пусты Ты дурачок Тобе объясняю У нас клуб для беременных женщин Ты мужик Тобе нельзя Зя 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 Мені Зя Знаешь что Зя Тому что Как может быть в клубе для беременных женщин Рыбак Воробушки Кошовей Кошовей Вонимся там Вонимся там В середині Пусти Будь ласка Лариска Реально Вона Її токсикост Вона тебе зараз Такий встеля Линолеум Ти охренеєш Є Сьогодні я представляю не свої інтереси А в клуб хочуть зайти Потап 30 плюс І наш формат А ти підходиш, кстати Так що заходь Заходь Дякую Дякую Уйо Це в тебе Уй Уродивий друг в тебе Кинул в тебе От такі от Друзья За що? За що мені? Я ж нормальний пацан С кемецептолицкого Просто хотів забрати свою жінку Перевернули Аааа Лариса Лариса Вот вона моя кеца 200 кг Малариса Да все уже хорош Ладно Браво ваше аплодисменты Шикарный батл Ну що Обращаемся Ко всем зрителям Громче аплодисменты К судям нашим Тренерам Участникам Магистрам Маэстрам Бугусичкам нашим Кузюсичкам И Ласточкину Ну що Ігорек Тебя На закуску Вы определились С лидером В этом соревновании Називайте ту команду Которая проходит Дальше Я покажу Как это делается Смотрите Называю команду Отдыхаем вместе Отдыхаем вместе Раз Маша Будут писать комментарии Будь взвешеной Поверь мне После моего выступления Комментариев будет достаточно В батле Однозначно для меня Отдыхаем вместе Отдыхаем вместе 2-0 Игорь Серега Ласточки пропустим Тебя Серега Битва была реально В институте физкультуры Математики не было В институте физкультуры и математики не было Так все понятно Сезон титанов Битва титанов Титаны Вылетают По-любому Поэтому Проходит дальше Отдыхаем вместе Но Наш формат Ребята Сражались Мы отдыхаем вместе Одно слово Пожалуйста 2 года и 3 месяца Спасибо Что отпустил До дома Формат Спасибо вам Отдыхаем вместе Несмотря на Внезапную потерю Тренера Пока временную Проходит дальше Наш формат Первой Одной восьмой Битвы титанов Покидает Сезон Аплодисменты Тренеру Олеся Жураковская Она сегодня Блистала На этой сцене Вместе с командой Наш формат И к сожалению Ее команда Покидает Сезон Битвы титанов Всем огромное спасибо Это была Первая Одна восьмая Седьмого сезона Лиги смеха А с вами Дорогие телезрители Мы увидимся Ровно через неделю На этом же самом месте На этом же самом телеканале И не путайте Один плюс один На ноль плюс ноль Это были Кашевой И Потапенко Да Черно-белый Ивкрапенко Это была Лига смеха Пока Мы любим вас До побачення Бай-бай И... В майбутнюю Лукость Посмехнеться світ И каждый Настому Сюди Пришел Мы разные Но на сегодня Смерть Соединит С мечтою Общий Сильный Как любовь И все Будет Добре Для Кожного З нас И все Будет Добре Настану 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 С улыбкой Можно Делать Только Добре Дела И Мое Будет И Джесси Дур corazón Кож style Настану Добре И все Будет Добре Для Кожного З нас И все Будет Добре Настану 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 38 И все Будет Добре Для каждого с нас и все будет добре, настанет наш час. Субтитры создавал DimaTorzok